Сегодня Всероссийское общество охраны природы в рамках проекта Экорейд в Подмосковном Подольске. Прямо за моей спиной находится огромная труба, которая идет из технопарка Сынкова. Круглосуточно отсюда идут какие-то стоки. Сегодня мы приехали разобраться, почему все это здесь сливается, что содержится в этих стоках, а самое главное, откуда разносится вот это зловоние на многие километры вокруг. В нашем рейде принимает участие руководитель Всероссийского общества охраны природы Вячеслав Александрович Фетисов. Он сегодня лично приехал на территорию, чтобы пообщаться с местными жителями и зафиксировать все те нарушения, которые мы здесь имеем. Начально это предприятие строилось как складской логистический комплекс. Ни о каком производстве вообще не было речи. Теперь, как мы понимаем, там не просто производство, а химическое производство, вредное производство. Я могу сказать, что мы добьемся решения всех, насколько это легально, потому что помимо того, что вреда столько нанесли, они еще и меня обманули. То есть я был приглашен на открытие предприятия, которое отвечает самым современным стандартам экологическим. Первый вопрос, который я им задал, я говорю, насколько вы сегодня соответствуете всем требованиям. Он говорит, мы здесь идеальны, поэтому с помощью общества охраны природы будем эту тему контролировать, а самое главное реагировать на то, что происходит. То есть это, можно сказать, у нас экологически чистое производство. Так, а где заборы брали? Здесь? Да, заборы брали из реки по Илу и при сбросе из трубы. Да. Остатки запаха присутствуют, естественно. Только запах, это совсем свежая история. Ну, можно понять, что очистных сооружений отсутствует на предприятии. Просто понять, откуда все это идет. Точно понимаешь, что это со временем приобретет больше ущерб, чем даже мы сейчас видим. Это тот самый случай накопленного ущерба. Это попадет в грунтовые воды. Это у нас, так скажем, зеркало, грунтовый ход, оно не локализовано, оно общее. То есть так или иначе это попадет в систему с питьевой водой, чистой водой и все, что с этим связано. То есть вот видимый ущерб, как говорят, не очень большой. На самом деле он огромный. Патология, на самом деле. Здесь не только запах, страшно даже приблизиться к этому. Ну, а то, что мы увидели, Максим нам прислал, там вообще страшная вещь. Просто поток, река, по сути дела, вот этого всего, то, что мы видим сейчас на камнях, на бетонных. Рак, который помолодел бесплодие у молодых людей, как раз связан с тем, что мы пьем, что едим и чем дышим. Как раз здесь все эти три комплекса, они как раз и присутствуют. Да, я считаю, жестко нужно ужесточать законодательство в этой связи. Нужно наладить общественный контроль. Я надеюсь, что Российское общество охраны природы как раз этим сейчас и займется. Мы хотим, чтобы на нашей площадке общественного движения происходили вот эти диалоги. Прежде всего, перед тем, как начать строительство или предполагать план развития территории. И я думаю, что вот в таком формате, когда люди будут знать, что строится, какая там степень опасности присутствует, да, снимет кучу вопросов. Вы вообще с жителями как-то диалог ведете? Вы же раз расположены на территории Московской области, вы должны быть, ну, все-таки как-то социально ориентированы на диалог с жителями. У вас вот эта вот работа как-то налажена, ведется? У вас есть там сектор по работе с гражданами? Ну, нет, мы работу эту как бы не ведем. Как бы не ведем. Давайте дождемся официальной экспертизы. Я думаю, что мы поймем, насколько это можно. Я так понимаю, что вплоть до уголовной ответственности за такие нарушения, это вред. Вред для будущего наших детей и внуков, он оценивается не деньгами даже, а серьезной ответственностью. Так что можете рассчитывать на нас в полном объеме. Спасибо вам большое. Эта тема просто так от нас не уйдет. Так что... Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok